Привет всем, продолжаю все видео дни и дни по ремонту квартиры и на этом этапе я занимаюсь укладкой полов деревянных, то есть в начале строительства, то есть в начале ремонта я говорил, что не буду старые полы убирать, а постелю фанеры сверхних, ну и соответственно постараюсь убрать скрип полу. Старую фанеру я убрал, она была вонючая, в этой комнате я тоже уберу, здесь в зале решил пока начать с одной комнаты, ну и на этом участке, который был под шифонером, то есть как темная комната назывался, здесь фанеры не было, здесь была фанера, но видно, что кто укладывал фанеру, они как-то чуть ровняют полы, по банкам всчесывали. Эта вытяжка я убрал, но я ее закрою, розетку делал, потерял болтик, думал туда укатился, и демонтировал, искал с помощью магнита. В одном из видеороликов я посмотрел, что чтобы на эти лаги можно применить магнит, то есть суть такая, что под краской гвозди, которые прибиты к лагам, и их можно вычислить. Вон сколько я не водил в магнитом, у меня чуть не получилось найти эти гвозди, и как бы такой метод для меня не подошел, определение где лаги лежат. Сейчас хочу попробовать другой способ, я хочу пропилить швы в двух местах, то есть с одного и со второго края, и уже найти лаги, и по ним стерлой полы. Пилить я буду болгаркой и диском по дереву. Сейчас пропилю один участок, посмотрю, получится у меня увидеть лагу или нет, если нет, то будем думать, как сделать дуги. Работает этот метод, вот пропилил кусочек, и вот здесь видно лагу. Может даже две нарезают. Вот точно ладно. Здесь красота, здесь лагу. Ну, в этой комнате я с одного края и с другого края пропилю, каждый шов не буду пропиливать. Увижу где лаги, и по ним стена упала. Ну, в общем, вот так. В общем, прорезала я две канавки, по которому видно лаги. Ну, допустим, здесь чуть-чуть просунуть. Реально вот здесь скрепил пол. Вот эта доска скрепила. Я сейчас затянул саморез. Вот один банал саморез. Но и скрепа нет. Таким методом сейчас пройдем. Все доски протянул и все. У меня будет пол без скрепов. В общем, я по основам определяю, где лежит лага. В одной канавке и второй канавке. И соединяю, то есть черчу линию между этими точками. И по этой прямой я накручиваю саморезы. В общем, вот такой принцип работы. В общем, я приступил к укладке ОСП. А подложку решил постелить, так как это дополнительная звукоизоляция. И с этой целью я постелил подложку. Не с целью, а влага гидроизоляцией. А чтобы заглушало шаги. Полы все прокрутил. По лагам. То есть один саморез на доску. Лаги у меня здесь были где-то примерно через 70 сантиметров. Ну, скажу, что скрипов меньше было. Но совсем удалить их не получилось. В входной группе здесь я еще раз. Здесь две доски скрипели. Думал от гвозей, а вытащил гвозди. Но скрип продолжался. Разбелил еще фанеру. То есть между шлагами. Там еще по два самореза крутил по каждой доске. Все равно доска скрипела. Ничего сделать себе не мог. Но поселил фанеру. Скрипов вроде нет. Ну, сейчас стилю ОСП. Зазор между ОСП и оставляю 3 миллиметра. Сено у меня не ровное. То есть если оно там упирается в угол, то там уже зазор где-то сантиметров 4-5. Ну, я после того, как уложу фанеру во всех комнатах, куплю пену и пропить эти щели. Чтобы их не было. Также я собираюсь укладывать ОСП с разбежкой. То есть я здесь кусок постелю. Потом отсюда целый лист постелю. У меня будет швы не пересекаться. Будет шахматном порядке. Ну, в общем. Вот такой этап строительства. То есть ремонта. Вот такой процесс у меня укладки. Оставляю щели. Стараюсь делать в разбежку. Здесь чуть один лист уже разрезал. Разрезал второй. И потом решил, чтобы эти листы не использовать эти куски, которые нынешние. Но получилось мне тоже положить. Так что еще сюда уложил. Вот этот лист порежу. Сюда уложил. Здесь, наверное, длинный поток пошел. Сравнить, как скрипят полы. То есть здесь я хожу вообще ничего не слышно. Захожу в зал. И начинается. Который меня очень раздражает. В палы в зале я начал делать демонтажа фанель. Как и в комнате. В комнате дел. Фанера вонючая, старая. В общем, думаю, что запах старая был. И от нее тоже. Когда выкидывал. Когда выкидывал и демонтировал. В общем, аллергия была на пыль. Сопли, чихи пошли. Но после демонтажа фанеры. Я постарался вытащить все гвозди. Так как скрип гвозей тоже. То есть скрип досок. И идет и от гвоздей. В досках этих. Какие пропустил. Когда пылесосил, я их забил. В общем, там мелкие гвозди были. Ну и также расшил доски. Чтобы видеть лаги. У меня вот три полоски. Решил по краям. Посередине. Ну и захватил коридор. Маленький здесь. Ближе к стенке. Хорошо. После того, как прошел. Видно, нет влага. Их отметил. И посередине начертывание. И по ним закручиваю саморезы. Саморезы у меня пятерка. До лаги доходят чуть-чуть. Поэтому я, прежде чем закрутить саморез. И анкерю доски. Чтобы они глубже залезли. То есть прохожу сверлом. Делаю отверстия по линии. И после этого закручиваю саморезы. Ну вот часть я прикрутил. Скрипа меньше стало. Ну вот здесь одна доска скрипит. Я ее даже расширил. Расшил в этом участке. Думал, что она скрипит из-за того, что контактирует рядом с доской. Но, по сути, расшив доску скрипит и прекратился. То есть по краям как бы саморезы закреплены. Я даже по два самореза закрутил. Ну, скрип продолжается. Ну, я надеюсь, что после того, как положу ОСБ плиты, этого скрипа не будет. Как бы нагрузка будет передаваться равномерно на всю площадь. А не конкретно на эту доску. Посмотрим. Здесь этого скрипа нет. Здесь тоже нет. Ну, вот участок этой доски погибается, видимо. Что меня еще возмущает в этой квартире, так это высота этих деревянных полов. За сумму щуп почти 30 сантиметров убрано из пространства квартиры. Можно было демонтировать эти полы, сделать стяжку из керамзита. И высота квартиры бы изменилась, стала бы выше. Ну, конечно, это был бы уровень ванны. Что это нарушаем. Ванна должна быть ниже основной площади, так как, если что, вода набиралась. И если топила бы, вода набиралась в ванной, не переливалась бы квартира. Но толку от этого, в этой квартире, чтобы она там копилась в ванной, и не переливалась на другие площади, не выходила в квартиру, толку от этого нет. Потому что вода в ванной гидроизоляции там как бы не очень, и не заведена на стены, и соответственно, если у вас будет нормальный поток, то вода по-любому будет, она не будет переливаться, она будет идти ниже, на этаже. Пока вот такой этап. Следующий этап, это убрать фанеру, сделать полой на кухне. В общем, сбой плиты на деревянный пол уложил, и получился у меня вот такой результат. В одной комнате я зашпаклевал, в других комнатах я не стал шпаклевать, а решил, что когда линолеум буду ложить, тогда зашпаклюю, потому что ходишь по полу, шпаклевка пачкает ноги и разрушается. Вот, допустим, вот здесь она вообще... У меня здесь компьютерный стол стоял, и шпаклевка вообще стерлась. Также по шпаклевке применял латексом, но думаю, когда уже основные буду делать, скорее всего, буду добавлять ПВА-клей, чтобы в перепадах, где, ну, допустим, здесь явные перепады, чтобы более-менее жесткая была, не разрушалась. По длинолеум, я думаю, если нормально не заплевать, то тоже будут разрушаться. Ну, вот зал, как бы... Стены не ровные, потому что я говорил, здесь швы большие, также буду шпаклевать шпаклевку USB и ПВА-клей для жесткости. Разбежка швов у меня в шахматном порядке. Шаги же с собой нигде не пересекаются. Вот, кухня. Скрип ушнул. Ну, то есть, есть, но не так разражает, как где-то было, когда чистые полы лежали. На кухне я здесь шпаклевал. Стены около 7, так как. Думаю, составлю, чтобы не передвигать. Вмем в машинку, в холодильник. Ну, и коридор у меня получился из остатков, из обрезков плит. То есть, ну, вот такой. Ну, здесь тоже вот эти щели большие. Я тоже решил, что зашпаклюю их. И все будет нормально. Ну, в общем, вот так уложил USB клит на деревянный пол. Да грузовко. В общем. В общем. Продолжение следует...